всем привет друзья в этом уроке мы с вами поговорим о том как можно использовать все возможности модификатора band изгиб на примере создания нескольких объектов давайте для примера создадим какой-нибудь мост создадим сперва простейшую фигуру бокс но смотрите здесь еще какая тонкость во первых для того чтобы модификатор band работал корректно давайте накинем на эти две фигуры band и посмотрим в чем отличие смотрите если мы начинаем изгибать да ну а модель до этого была с минимумом сегментов да то есть видите совершенно простая модель да то изгиб у нас не получится то есть получится просто наклон в какую-то сторону да как бы мы не изменяли настройки это ничего не изменит то есть по любой оси да все равно объект как бы становится более таким ну грубо изгибается да если же мы добавили сегментов то есть вот у нас модель до с большим количеством сегментов то band работает очень корректно смотрите допустим мы хотим создать мост дам или такой как бы так мост вот пожалуйста первый параметр отвечает за угол изгиба band direction это то же самое что band axis просто band axis мы быстро переключаемся между направлением изгиба да а direction позволяет плавно менять этот наклон смотрите может может быть так можем создать типа веера и можем создать под углом 45 типа такую поверхность до изогнутую вот то есть direction более плавный также здесь есть лимит эффект сейчас мы все разберем для чего это надо в общем определились можно создать такой мостик да можно если мы по другой оси идем да то можем создать в принципе смотрите здесь мы обнулим direction да а по оси y просто будем англ делать да и смотрите чем у нас больше ребер сегментов тем круче получается этот загиб и плавнее и напоминает уже трубу да также если мы не до конца его сворачиваем то напоминает желоб то есть легко делать какие-нибудь желоба трубы и так далее ну там есть и другие способы ну в принципе здесь модификатор band для этого служит теперь давайте создадим попробуем что-то типа веера накидываем band смотрим это же у нас побольше для того чтобы изгиб корректный получился и начинаем изгибать берем по оси y изгибаем можем direction нам поднять но если мы поднимаем уже получается совершенно другая фигура видите а вот это если мы здесь поставим 90 direction круто не вот так вот у нас получится видите такой изгиб ну веер у нас не может быть совсем прямым поэтому давайте оставим его пока так в таком положении включаем привязку до поворотную ротейт и делаем такую форму теперь сверху кидаем не не band кидаем edit поле переходим в g два раза щелкнув поэджу заходим в ribbon polygon modeling modify selection нажимаем вот этот dot ring то есть видите промежуточные ребра выделяется через один и в принципе вытягиваем их в нужную нам сторону до чтобы получить типа веера что-то вот так но это мало давайте побольше вытянем вот уже напоминает веер и можем эти g немножечко скруглить совершенно немного для того чтобы было более красивая картина уменьшаем до 02 и окей теперь смотрим ну таким простым методом мы получили простой веер да теперь смотрите еще такая задача допустим допустим мы хотим загнуть вот как у книги ли езда загибается или скатерть края загибается до можно применить модификатор коз но если мы работаем с бэндом то тут тоже есть некоторые возможности у него смотрите мы можем просто загнуть лист давайте покажу так нет хотя можно сделать так и сделать так вот бэнд вернее direction 90 и поворачиваем англ да ну допустим если нам надо только уголок красиво загнуть да как мы поступим в таком случае смотрите мы можем принципе оставить чтоб сразу видно было нажимаем band переходим джизма нажимаем да или два раза на бэнд нажимаем видите рамочка подсветилась ярко-желтым цветом это означает что мы уже можем регулировать джизма изнарить что мы делаем мы во-первых сдвигаем наши джизма поворачиваем на 45 градусов ну примерно да где у нас уголок обычно изгибается и ставим лимит эффект сейчас вы увидите для чего это надо лимит эффект позволяет нам одну из сторон бэнда оставить статичной то есть нам надо найти необходимый параметр вот мы его находим да давайте так чтобы вам видно было так вот находим наш параметр так тут же работает наши ангел и теперь двигая за желтую рамочку эти мы приподнимаем этот уголок но для того чтобы он был более гибкий можно было бы добавить еще сегментов на этот play потому что здесь оказалось очень мало сегмента да и он такой получился более ломаный но в итоге мы можем потом накинуть turbo smooth и включая модификатор стык мы просто уже регулируем да какой изгиб нам сделать ну видите вот такой красивый уголочек получился сложенный то есть видите использую этот простой модификатор до band не так уж много в нем настроек можно добиться каких-то результатов и создать кое-какие из интересных предметов в этом уроке вы узнали как работает модификатор изгиб band на практике научились пользоваться его возможностями оставляйте свои комментарии под этим видео подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо за внимание всем пока